о друзья я даже знаю кто это пришел это про пришел наши здравствуй александр проходи пожалуйста очень рад тебя видеть елки-палки ребята друзья мои я хочу вам представить своего друга александра этот человек это букинист человек с тонким чутьем не проходит ни одной книжки я очень рад тебя видеть проходи на кухне пожалуйста пить будешь чай кофе что-нибудь водички сейчас делаем присаживайся пожалуйста слушай я тебя жду-жду думаю когда ты приедешь так ох ничего себе вот это такие книги по первой мировой по второй мировой войне слушай я предлагаю так давай сейчас поставим камеру установим ее я честно говоря я уже подготовил куда установить мы с тобой сейчас установим камеру и покажем нашим зрителям те редкие книги которые тебе получить удалось повезло достать это вот буквально за одну неделю ты дай за длительное время будем говорить ну как бы сказать о них не сразу попадает но попадает и там терпение ну ты молодец у тебя великое чутье на редкие вещи да это чутье на редкие вещи то есть когда вот смотришь что вроде такой гучу книг можно выкопать вот действительно стоящего какой-то теме вот реально представляет ценность тем более ты знаешь мое увлечение второй мировой войной великой отечественной войной поэтому сразу вижу что в общем то что надо забирать сразу саша спасибо тебе огромное итак друзья я предлагаю мы сейчас установим камеру и александр расскажет нам о тех книгах которые он принес оставайтесь с нами пожалуйста смотрите потому что редкий день редкий случай когда в тебе приходит такой человек как ты интересный с такими вещами с такими вещами значит работает да значит друзья ну на самом деле мы пошутили что за 2 недели александр наверное я лучше тебе поставлю эту сумку ты доставай сам нет ни на две недели это очень я пошутил что за 2 недели реально кропотливая работа 1 2 мировой войне уже прямо в камеру сюда пока посмотрите париж 14 года битва на море на редкая книга рассказывает о морской операции первой мировой войны сентябре 14 года и причем немцы потерпели неудачу взять и парижа во всех подробностях книга достаточно редко достаточно интересно так что вот париж любопытная военный исторический это же из серии военной исторической библиотеки под редакцией галактионова по моему это продолжение да потому что есть еще вот эта книга первая идет это да это военная историческая библиотека она вся идет под его редакцией галактионова тираж вот этой книги 5000 экземпляр господа представляете вот эта книга издана тиражом 5000 экземпляр но издана она в санкт-петербурге 2001 год попала случайно до военная историческая библиотека галактионова слушай какая-то вообще попал так дальше александр но третьему такую книгу читать конечно лучше вот такую почитать первый близкрих августа 14 года вот здесь как раз изложена первый близкрих немецкой армии четырнадцатом году началась первая война и как они хотели вот победить и почему у них это все не получилось все это описано в таких подробностях очень известный историк барбара такман очень популярно написано очень очень читается на одном дыхании такие вещи получается первое чем читать париж 14 надо читать конечно первый близкрих барбара такман здесь она попыталась со всех сторон то есть с картами с совсем абсолютно как бы сказать расстановкой вот смотри в то время это еще можно было это издательство а ст издательство москва 99 год и терра фантастика санкт-петербургское издательство и у тираж у этой книги да то же самое то есть реально редкие книги это получается то есть сначала надо читать вот такую потом продолжение битвы на марне потом адвесе вот где-то уже вложение полная битва на марне да и здесь тоже в этой книге тираж 5000 всего 5000 редчайшие вещи вот это реально редчайшие вещи так дальше чем вы нас сегодня еще порадуете восточный фронт алекс бухнер немецкой стороны взгляд на глазами глазами не на поражение немецкий сорок четвертого года крыму белоруссии в украине и других местах то есть они рассказывают о котлах который нет скажем я попала как они пытались выбраться из них как у них это получалось не получалось то есть все подробно совсем вот от тернополь черкассы потом видит все котлы белоруссии показано смотрите какая во всех подробностях то есть расклад настолько подробно то есть она с картами я так понимаю да там настолько подробно описано то есть то есть там текст на ту копейку как будто оказываешься вот прямо там в этих в этом котле и что там все происходит таких подробностей всех сторон написано то есть это конечно ну читается на том доходе то есть и об этом ну мы здесь в россии не стали конечно то есть как-то написали вот такой вот это точно так же как я в свое время доставай следующих это как я в свое время нашел книгу финская война 1939 40-го зимняя война 1939 40-го года написанная финнами финскими авторами как они воспринимали эту войну очень интересно читать в интересе удивительно просто все это чудо под москвой здесь рассказывается как был остановлен тайфун то есть есть крик то есть вот все что произошло после вятинская катастрофа после всей последующих от событий то есть как все-таки удалось удержать москву до контроля москвы под москвой на только все подробно описывается почему же как бы был остановлен тайфун слушай расскажи пожалуйста ты эту книгу сам читал я не успел но просто как бы сказать я пролистал вот ты молодец вот слушайте вот удивительный человек он умеет увидев книгу посмотрев на нее авторы ну тут по автору сразу понятно это брать надо алексей исаев ребята это это речь алексей исаев ребята вот это я рекомендую к прочтению любителям истории великое событие любителям разбираться именно разбираться да вот в тех переплетениях хитросплетениях великое дело вот это вот очень интересно да здесь уже современную лету все описывается блин александр ты меня не перестаешь удивлять сегодня такая редкая книга последний триумфер макта харьковский котел 42 года он кстати очень хорошо разложил соотношение сил соотношение сил на этом фронте вот очень хорошо это понятно но как бы сказать но вам подход но у него во первых насколько я понимаю вот вот они вот они вот они таблицы попались глаза здесь как раз идет таблица ларинцева потери немецких потери немецкой авиации в период харьковского отражения с 12 по 31 мая 42 года и у него здесь по датам все расписано на каждую дату какие потери были немецкому педантизму вообще надо отдать должное они раз они вели учет в абсолютно всего великую отечественную войну сколько техники бронетехники людей живой силы обеспечения все вот в этой книге вот это все четко расписано вот рекомендую тоже кстати редкая книга очень редко неизвестны трагедии великой отечественной войны это рассказывается уже на трагедиях сорок первого сорок второго года о наших трагедиях здесь вот излагается синявинские высоты мясной бор деменская демянский демянский кодилл и так далее в начале войны то есть о наших неудачах все расписано причины и тому подобное вообще как начинались как начиналась великая отечественная война тут и рассказывают о наших неудачах специально разбирается ошибки на валерий абатуров мирослав морозов сражение без побед сражение без побед неизвестной трагедии на самом деле здесь и и вообще-то тяжеловато читать думаешь ну господи но на ровном месте спотыкались как мы это в день до 6 июня сорок четвертого вообще известно это высадка союзников нормально подробное описание первого дня высадки наши союзники конечно там за первую шутиться сначала потом подходили корабли высажеры десантные все описано как бы все что происходило что в июне во всех подробностях книга достаточно интересная как будто кадры всего там кстати читается точно так же на одном дыхании на одном дыхании реально считается на одном дыхании фотографиями да издание я сейчас скажу че это издание это москва а переиздание наши а из москва да дальше поехали так великая первая мировая сюда уходит у нас ну это вот конечно тяжелая книга битва за киев там как погибло в котле огромный группировка советских войск как всем описывается это трагедия советского народа здесь не начало битва о киеве а здесь как раз конец что произошло что привело к тому что я вот эту книгу кстати я ее не видел я слышал про эту книгу я ее искал но еще невозможно найти ее вообще невозможно она по моему есть она по моему есть в электронном виде но а там несколько абзацев с одного места дернуто несколько абзацев другого места а дальше надо платить денежку тогда тебе повезло спасибо что мы ее нашли случайно просто кто-то я узел москва 2017 год орех нуждин дар за киев конечно тяжелой книги книга реально тяжелая последний скажем так да последнее окружение последнее куда это это стоит тоже почему для даже вот такое количество книг прочитав ты уже будешь иметь представление о том что ну это схвастика над волгой здесь рассказывается о полетах немецкой авиации тыл советских войск и которые бомбили советские предприятия в горьком ярославе во владимире со всеми подробностями 41 по 44 год особенно описывается вся компания 43-го года по бомбежке города горького то есть во всех подробностях об этом ну а будет быть печать как правило мало писали в ссср потому что таких стратегических бомбардировках нашего тыла и чтобы все показаны когда разбомбили горький весь практически ему далось все заводы как бы ну или для других городов во всех подробностях все описано как вот все что как они залетали точку до того что как бы до урала как некоторые развлечки книга редкая книгу очень редкая и найти конечно сложно попала случайно мы очень рады тем более по моему это баженов же дан баженов в авторстве с баженова написано да и да книга книга вот честно говоря да и желание до тяжелого зефира вздегте в баженов тяжелая люфтваффе против сталинского пау да конечно тяжеловато когда там но для жителей горького точно тяжеловато но на самом деле в этой книге еще есть такие моменты вставочки насколько я помню насколько я знаю по отдельным главам потому что отдельный глав из этой книги я читал именно не суеверия как это правильно сказать но когда люфтваффе делали вылеты какие-то они были очень суеверными людьми в каких случаях куда лететь как взлетать как снот такие вот моменты не знаю как правильно сказать то есть можно сказать что если мы не победили на курской дуге то есть это все по кампании по бомбежке нашел тыла продолжалась то есть огромное спасибо вот тем тем кто разгромил подход на курской дуге и им стал вообще уровне до стратегических бомбардировок а так они реально до 43 года в марте с поварили просто реально бомбили советские города объясни тогда ты тогда объясни что такое стратегические бомбардировки и какие есть еще то есть бомбардировки это ближайшие локальные локальные фронтовые 50-100 километров где-то еще бомбардировка которая 600 до 1000 километров они знали прекрасно что горький это крупный город оборонный там куча заводов танковые шины и тому подобное то есть автомобильный то есть как разрушив это можно нести уровень танковики они не учтут только у них не было самолету слава богу что до урал не могли долететь но они пытались они пытались тогда еще не было возможности то есть отдельные разведчики долетали но с бомбами то есть у них просто дальше вот волки просто не удавалось александр глоток воды на улице ребята сегодня жарко где-то порядка 32 градусов наверное я не знаю но я пришел у меня просто реально течет жарко так так ядинская катастрофа 41 года но это конечно лев какая трагедия но когда весь центральный хромский оказался в окружении вот как они оттуда выбирались там подобное и как допустили это как это было допущено то есть это жутко это по официальным данным это официально в окружении и в общем-то а у нас как правило все цифры всегда были в разы занижены это новая книга 2019 год это недавно вот недели две назад она это 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 спам подозрение на спам это мы сразу закрываем да я все это сразу так дальше александр ты не перестаешь удивляет что это интересное сейчас пользуется среди историков по бочным спросом книга штурм резкой крепости профит это из рассекреченных материалов на сколько ариф написал прекрасную книгу на томе немецких документов ростислав алиев за месяц до войны все как немцы которые штурм резкой крепости во всех подробностях на одной из документов как происходил что очень тяжело читать потому что это в нашей традиции поэтому поэтому как бы сказать описано то есть факт событий как будто там оказываешься просто тяжелое чтение очень считается на одном дыхании но она написана все равно знаешь с таким не то что с патетическим подтекстом да она написана объективно объективно да что для нашего народа 22 июня это была первая победа в брестке крепости здесь впервые как салендраде больше за все руины за все руины за каждый камень за каждый холмик сражения шли вот эта книга она рассказывает именно о начале событий это лучше и насколько я знаю александр а часть 1 королевский тигр господа наша цель брест литовск королевский тигр брестская крепость дортман часть 2 штурм можно сквозь масло ножом сквозь масло коса на камне церковь святого николая и зачистка операция лейтенанта хурма дом офицеров восточный фронт форта точно форта это короче ну это жутко нет то есть я так прочитал у него устали короче поэтому я вот не понимаю почему такие книги сдают тиражом две тысячи экземпляр две тысячи для кого но в интернете и конечно рекламируют там давно ее нигде не найти может это не единственное издание но может быть перепечатки по сути она нам попалась но мы ее знали о том что она такая книга это скорее всего перепечатка 2012 года мы искали поэтому как бы нам очень повезло что мы нашли я александра просил очень обратить внимание именно на ростислава алиева если вдруг попадется что берите бери сразу говорю не раздумываю это того стоит реально хорошая это как будто вот там совершенно как будто читается вообще и на рассекреченных материалов насколько я знаю это будет все читать это мне тут елки длинными зимними вечерами так вот тоже очень хорошая книга александра рассказывается от а зимних весенних и заключительной берлинской операции 45-го года настолько всех подробностей о наших неудачах и победах то есть все здесь рассказывается и о глупостях и о глупостях то есть по всех подробностях то есть практически каждый день описывается то есть как происходил все события решающие вот момент и все что это пришел стол и все что было позже то есть если видите вот автор алексей саева берите сразу потому что это очень серьезная история союзники бомбили германию тех кто стал нашим союзником к концу войны начиная вот и кончай трезда ну то есть гамбург и дрездан германия по двумам без союзников тридцать девятый сорок пятый то есть союзники они с самого начала то есть понимали что просто бомбили мало эффективно не стали бомбить города александр широкорад 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 он известный москва вече 2008 год у него есть очень хорошая книга по кольскому полуострову по моему я вот не помню по моему по битва за ленинград битва за ленинград тяжелая книга английского историка тяжелая книга и взгляд их глазами кстати вот смотрите часть 1 барбароса город петра и ленина глава 2 ленинград германская операция барбароса и продвижение войск вермахта по прибалтике глава 3 оборона ленинграда 8 августа 10 сентября 41 и глава 4 борьба в окружении тихвинска тихвинское чудо 30 сентября 30 декабря 41 года блокада победа вообще вещь вещь конечно с картами так что читайте не пожалеете это очень интересная книга александр елки-палки вот войска спецназначение 2 мировой войны как вы знаете у любого вооруженных сил был типа спецназа то есть отборные части которые для захвата важнейших объектов для проведения спецоперации диверсии наши десантники такие же были здесь обо всех странах во все страны высказываются которые воевали и сухопутные и и морские то есть начиная от италии германии ссср и тому подобное а вот тут нет колот и что она серия книг команды стебе не попадалась в следующий раз принято издательство Харвест. Если вдруг будет, Александр, имей, пожалуйста, в виду, ладно? И вот об этом расскажем подписчиков. Ну, это мы в следующем видео. Да, принесем, потому что мы просто не все очень много. Страны фашистского блока. Да, да. Кстати, да, это... Так, слушайте, скоро тут у нас видно уже не будет из этих книг такая есть. Вот одна из книг, то есть, пока мы покажем только одну, потому что будут еще... Это целая... Да, это серия. Это Черечная Курская битва, в основном ведет речь о Прохоровке и все, что происходило, то есть, а на Южном фасе и Курской дуги. Причем... Во всех подробностях тут, конечно, он такой взгляд у него более эффективный, то есть, он... Ну, тут надо читать, конечно. А то Прохоровка в Кировке, да, то есть, он как бы считает, что мы там вообще потерпели пожары. То есть, как бы у нас большие потери были, да, и что последующие два дня... Вот много таких, да, два дня, вон суток. Но он на огромных фактах доказывает все это, как бы, что там, почему все это произошло. Но, по сути-то, мы все равно выиграли, потому что они все равно остановились там, как бы, и все. То есть, у них сил просто не было, им пришлось опять отходить обратно, потому что, наря на то, что они вроде как бы, им не дают на Уфасу уже потом. Ну, да. Но тут о всех подробностях описывается, то есть, все наши... Там, 5-я, 6-я гвардейская армия, 4-я. Да, у него еще есть битва за Прохоровку и наступление генерала Кемфа, но в следующий раз, да, покажем и техники. Валерий Замонин, если получится, Александр, буду говорить о ночном сегодня, ёлки-палки. Это не такое пополнение моей библиотеки сделало, шикарно. Демьянское побоище. Демьянское побоище, Демьянск. Демьянск, номер Александр Симаков. Здесь ситуация понятная, то есть, город Демьянск был захвачен немцами, потом была проведена операция с севера и с юга, и они впали в котел. Но, к сожалению, котел выкатировать не удалось, было налажено снабление по воздуху, потом немцы прорвали котел, и эта битва продолжала почти два года в результате. То есть, здесь рассказывается, по-моему, почему у нас не получилось. И сколько, как оболгали все это, да? Да, 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 и как у нас потери, и почему не получилось, я расскажу таких подробностей. Я не знаю, о чем знаете. Ну, книга недавно издана, в общем, совсем недавно. Ну, в общем, про события 11-й армии, скажем так, здесь. Да. Наступление маршала Шапошников, здесь рассказывается о первом наступлении Советских войск в декабре по апрель 42-го года, в декабре 41-го, в апреле 42-го, во всех операциях, то есть, как бы, что получилось, что не получилось, во всех подробностях, наша победа, наша неудача, вот. То есть, вот, контрнаступление под Москвой до Любани, соответственно, истории с Крымом и тому подобное. То есть, здесь, здесь, здесь все объективно, сейчас уже много лет, просто поэтому можно писать уже объективно. Например, об атаке Зеидица вообще мало кто знает, кавалерийская атака Зеидица. А вот в этой книге про это точно можно найти. «Крушение надежд», «Наступление по всему Снежный ком», «Наступление, крушение...» «Наступление маршала Шапошникова. История Великой Отечественной войны, которую мы не знали». Ну, вот, Алексей Исаев, читайте, пожалуйста, это книги по Великой Отечественной войне. Александр, ты просто сделал титанический суд. Иностранное формирование Третьего Рейха, по всей формировании, которые были под эгидой Германии, по всем странам. Начиная с Кандинавии, Европы, Советского Союза. И мало кто знает, что все, вот говорят про войска СС, да, «Иностранные формирования Третьего Рейха» книга называется, да. С фотографиями, да, там. Я, довольно-таки толстая книга, ты смотри, да. По каждой стране, да. С фотографиями, со всеми. Я что хочу сказать. Дело в том, что говорят о войсках СС, так, рассказывают очень много. Войска СС, что у немцев там, войска СС и все прочее. На самом деле, войска СС были именно из иностранных формирований. Да. У Германии своего, один корпус только СС был. А все остальные, это именно Норвегия, Швеция. Они, у них просто никто не хватает сил, поэтому, как бы, ну, и добровольцев хватало, соответственно. И, соответственно, по волнению им потребовалось. Когда война приняла дежурный характер, то есть им надо потребоваться. И еще интересный факт, кстати, да, я вот сразу не знаю почему, но я вспомнил про голубую дивизию. Да, 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 франкистская, да, которая пришла из Испании под Ленинград. Из Испании под Ленинград. Они же отказались идти в атаку, атаковать Ленинград. По одной простой причине. Они это обосновывали тем, что в Ленинграде находится, проживает очень большое количество испанцев. Оказались. А где они? В Ленинграде или в эвакуацию? Это же после войны в Испании, которые бежали в 36-м году сюда, в 37-м. Выезжали сюда. И голубая дивизия ведь у нас полегла в Волосовском районе. А она не пошла сюда. На болотах их-то там и ликвидировали. Вот это интересная книга, конечно. Это интересно почитать. Вот это битва за небо, для неба в 41-м году. Битва за небо. От Днепра. От Днепра до Финского залива. В том числе, да, операции под Кронштадтом, там что-то. Дмитрий Казанов. Вот, кстати, его я ничего не читал. Да нет, интересно. Я так полистал, интересно. Да, с фотографиями самолета, ветеринарные, яровые. С паблицей. Так, что у тебя там еще? Ну, это надо все читать. Все, больше нет. Нет, что-то у тебя там еще было. Там было что-то еще интересное. А, ну, это не надо вообще показывать. Да, конечно, не стоит. Не, не стоит. Итак, друзья, вы видели, да, сколько я сейчас возьму камеру. Покажу вам немножко другим ракурсом эти книги. Чтобы вы могли увидеть, сколько книг... Ты думаешь, ты не заслаждай. А? Тени получаются. Не, не, нормально все. Сколько книг Александр принес. Ёлки-палки. Да, это просто... Александр, ты просто... Я не знаю, у тебя чутье просто на букинистику. Ну, хорошие книги, они всегда, в общем-то... Вы представляете? Вот так... Всегда поймешь, что стоящая книга или нет. Да. Вот такое пополнение моей библиотеки. Фильм получился практически на полчаса. Ну, это еще будем пополнить. Это только начало, да, точно надо. Слушай, я тебе очень благодарен. Дай я пожму твою руку. Спасибо тебе огромное. Ребята, вы сами видели, да? Человек, который может чутьем своим найти, раскопать в книжных завалах... Стоящую книгу. Стоящую книгу. Она будет одна... По истории, да. По истории. Она одна там может быть, как жемчужина просто. Но ее надо найти. Да, среди огромного количества. Среди огромного количества надо уметь найти, почувствовать ее, увидеть. Еще и договориться же, да? Еще же торгуются все. Все хотят... Так что вот так. Оставайтесь с нами. Мы вам будем показывать периодически вот это пополнение вот этих библиотек. Друзья, значит, вот последнее, что мы забыли с Александром вам сказать по поводу этих книг. Значит, вы видели, да, все книги, которые мы вам показали сегодня. Значит, все, что мы вам сегодня показали, это маленькая часть того, что вообще существует на книжных развалах. Поэтому продолжение будет обязательно. Да, будет обязательно в ближайшее время, потому что мы набрали еще много книг, поэтому... И будем пополнять еще, правильно, Александр? И будем пополнять, да, и обязательно вам покажем не меньше количества. И еще, если у вас есть какие-то вопросы по книгам истории, вы под роликом можете в комментариях писать вопросы Александру. Мы обязательно вам ответим на все ваши вопросы. Да. Правда, Александр? Да, ответим. Так что оставайтесь с нами, друзья. Спасибо вам большое, что вы у нас есть.